Я полагаю, что в краткосрочной перспективе курс фунта будет преобладать, в первую очередь потому, что уровень инфляции в Новой Зеландии не спешит повышаться. Among Surab, ALB Forex Trading Limited В четверг Резервный банк Новой Зеландии понизил прогнозируемый уровень инфляции на 2018 год до 1,1%. Протоколы последнего заседания показали, что Центробанк не планирует повышение ставок до начала 2019 года. Такой высокий уровень беспокойства оказал влияние на трейдеров по новозеландскому доллару. В ответ на такие заявления, курс фунта повысился по отношению к новозеландскому доллару в начале торгов. Тем не менее, курс фунта также снизился в четверг после того, как был опубликован отчёт Банка Англии. Какая валюта будет преобладать в краткосрочной перспективе? Кажется, курс этой пары уже достиг своего дна. И сейчас курс двигается вверх, до уровня 1,90, после достижения минимальных уровней, таких как 1,70. Эта отметка была зафиксирована в конце прошлого года. Я полагаю, что в краткосрочной перспективе курс фунта будет преобладать. В первую очередь, потому что уровень инфляции в Новой Зеландии не спешит повышаться. Резервный банк Новой Зеландии даже понизил прогнозируемый уровень инфляции. И я ожидаю увидеть ещё больше нисходящего давления на новозеландский доллар в краткосрочной перспективе. Недавно курс этой валюты протестировал ключевой уровень поддержки по отношению к доллару. И я думаю, что в будущем эта валюта окажется под ещё большим давлением. Несмотря на то, что ситуация на рынке труда положительная, а цены на молочные продукты восстанавливаются, всё это должно способствовать усилению инфляционного давления в экономике. Тем не менее, я полагаю, что курс пары фунт-новозеландский доллар получит поддержку при восходящем движении после достижения дна. И курс должен зафиксироваться выше отметки 1,84. Я полагаю, что в краткосрочной перспективе мы увидим консолидацию курса на этом уровне, или чуть выше, на уровне 1,90. В частности, из-за предстоящих выборов в Англии, которые, скорее всего, будут ограничивать дальнейшее усиление курса фунта. В среднесрочной перспективе пройдут выборы в Англии. Согласно опросам, консервативная партия Терезе Мэй лидирует, как, по вашему мнению, будет изменяться курс этой пары в течение этого периода. Несмотря на то, что я рассчитываю на повышение курса этой пары, я полагаю, что неуверенность, связанная с выборами, будет ограничивать рост курса фунта, как я уже говорил ранее, хотя экономические прогнозы для Великобритании выглядят положительно. Если премьер-министр Англии Терезе Мэй сможет получить сильное большинство, которое поможет ей провести переговоры по поводу Брексита, то курс пары может повыситься. Другие результаты голосования и, соответственно, переговоров могут оказать давление на курс этой пары. Учитывая, что Резервный банк Новой Зеландии не хочет менять свою ключевую процентную ставку уже на протяжении какого-то времени, а Центробанк Англии понизил свои прогнозы для роста экономики, каким будет курс этой пары в долгосрочной перспективе. Я полагаю, что переговоры по поводу Брексита будут играть ключевую роль для курса этой пары в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Несмотря на то, что Банк Англии понизил свои прогнозы для роста экономики в этом году, они всё же повысили аналогичные прогнозы на 2018 год. Вне зависимости от того, как будут проходить переговоры по поводу Брексита, я убеждён, что здравый смысл победит, и после выхода из блока Центральный банк Англии повысит процентные ставки. Я полагаю, что в долгосрочной перспективе курс этой пары повысится. Он вполне может протестировать ключевой уровень сопротивления и достичь отметки 2, или даже повысится до уровня 2.05. Спасибо за ваши комментарии. Вы смотрели последний целевый прогноз на этой неделе. Смотрите свежий выпуск нашей программы в понедельник. Всего доброго. Сидем.